Лишь бы теперь только не забыть, что нельзя плацать по мышке. Вот, значит, всем привет! Теперь уже, наконец-то, меня зовут Максим. Я хочу вам рассказать про такой замечательный фреймворк Aurelia. Может быть, уже кто-то слышал о нем, кто-то видел его, слышал его и всякое такое. В общем, начнем с самого начала. Почему вообще мне стал интересен этот фреймворк? Во-первых, мне сказали просто, что он есть. Вот, и мне надо было небольшое investigation сделать по нему, что это такое, как оно работает и так далее и тому подобное. В общем-то, думаю, фреймворк, фреймворк, все как всегда. Очередной англор кто-то решил сделать, в принципе, ничего такого, ничего интересного здесь вряд ли мы найдем, что-нибудь интересное. Дальше я узнал, что основным контрибьюторам, ну, уже не единственные, их там уже много, наверное, 6, по-моему, или 8, не знаю, ну, относительно много, кто решил в этом поучаствовать. Значит, их уже около 6 или 8 ребята делают эту всю штуку. Я так понимаю, что только Роб делает это на полный рабочий день, все остальные делают это так, просто помощь и ради экспериментов. Вот. Кто такой Роб Эйзенберг? Роб Эйзенберг – это молодой человек, значит, который работал над созданием Angular 2.0, вот, из интересного, да? Еще из интересного он участвовал в создании AngularJS Material Design, и сейчас он является президентом компании собственной, Blue Spire. Вот, у этой компании есть там несколько фреймворков, несколько тузовин интересных. Ну, честно говоря, я никогда этого не слышал, может, они распространены в каких-то узких кругах, там, используются очень-очень повсеместно там, но я, честно говоря, об этом не знаю. Ну, в общем, собственно говоря, почему фреймворк стал мне интересным? Потому что человек, который работал в Angular, над созданием Angular 2.0, да, что-то современного, что-то передового, что-то клевого, взял и ушел оттуда, да, через какое-то время. То есть, Angular 2.0 еще не вышел, но Роб оттуда ушел. То есть, возникает вопрос, почему он оттуда ушел? Что, блин, с Angular 2.0 не так? Вот, он уже, ну, у него большой опыт работы, да, он уже там, скажем, на солидных должностях, в общем, он проработал над ним, он там около 10 месяцев, если не ошибаюсь, и сказал, что его видение того, что будет в результате Angular 2.0 Production, когда он появится, очень сильно расходится с тем, что он себе представлял. Ну, я не знаю, как по мне, это даже звучало так, типа, что то, что мне обещали, может быть, не соответствует с тем, что получается, может быть, это так, просто он это не может говорить прям, аж, типа, жовно получается. Нет, да, он не может это говорить. Там есть, я читал очень большая статья. Да, блядь, типа, шаринг пропал. Сейчас, подождите, опять. Давай. А, нету. Пожевнулся. Вы еще здесь? Да. Пошарь экран, Макс. Ты думаешь, надо бы, да? Да, ну, желательно. Сорян. Буду бы добры. Давайте, вам презентацию подвижно, не? Шарится, да. Ууу, есть. В общем-то, мы и закончили. Ладно, я шучу, да, опять сеть пропала. Я надеюсь, больше такое не произойдет. Вот, проработал он там около 10 месяцев, ушел и написал там такая здоровейственная статья, да, на его, у него там свой сайт есть. Ну, кроме того, что у него есть свой личный сайт, ну, который относится к BlueSpaer, у него еще просто свой сайт есть. Он там себя, не знаю, продает, рекламирует, там всякое такое. У него там есть статья целая, да, он там написал вообще мои впечатления, там, какой-то там мемуары типа того, да. Да, я уже дошел до возраста, когда пора писать эти мемуары. Значит, там он, я так, почти всю прочитал, потому что там, как по мне, много такого, что я чувствую, что это не совсем то, что я хотел. Короче, неважно. В общем, он написал, что я ни в том случае не говорю, что Angular 2.0 это будет давно, вот, но это не то, что я хотел. Поэтому я ухожу и создаю свой Angular 2.0 с Blackjack'ом и остальными преимуществами. Вот, он так не сказал, но тем не менее он ушел, да, забрал вот те идеи, которые интересны ему, кое-что усовершенствовал. Ну, и, соответственно, в результате этого сейчас разрабатывается Aurelia. Вот, в чем еще интересно он поучаствовал, это те проекты, о которых я говорил. Их уже, собственно говоря, четыре, у этой конторы был Spire, вот этот Darundal.js, я посмотрел, что это такое. Это что-то типа Aurelia, такая немножко по-старому написано, ну, такое, не знаю, какой-то очередной бэкбон, может быть, там, где-то в этом районе. Вот, Caliburn Micro, я даже не помню, RPG вообще, как вы понимаете, из названия для RPG, такая штуковина для создания игрушек. Я не стал ей интересоваться, мне не сильно важно, честно говоря, вот, такого. Ну, и, собственно говоря, Aurelia. Ну, в принципе, можно сказать так, Aurelia это какая-то интерпретация вот этого ихнего Darundal.js. Вот, только они его немножко, немножко переделали, много чего добавили, изменили, и он стал больше похож на 2A. Значит, что такое, идем дальше, что такое Aurelia, вот как раз вот эта вот цитата, если вам видно, вот, что он говорит, типа, я ни в коем случае не говорю, что это будет, типа, плохой фреймворк, там, типа, что я говорю, что, там, бла-бла-бла-бла, в принципе, это можно прочитать. Это вот цитата, прямо с той статьи, о которой я говорю. Что собой представляет этот, сама по себе Aurelia? Это ECMAScript 6, да, о котором сейчас прямо все так, аж суперпопулярная штука, плюс Angular. Я написал лучшие вещи из Angular.js, но я это взял в кавычки, потому что лучшие вещи это вообще такое понятие субъективное, вот, для кого-то одно лучшее, для кого-то другого, а нет каких-то четких понятий. Я его взял еще в кавычки из-за того, что лучшие вещи для Роба, вот, то, что он считает, что было бы лучше воплотить в своем фреймворке, то, собственно говоря, он туда и затолкал. Да, после такого мерджа получилось Aurelia. Идем дальше по каким-нибудь фичам, по каким-нибудь преимуществам, почему мы вообще должны смотреть на Aurelia, чтобы неинтересно вас, зачем нам ее использовать. Значит, я буду по порядку, так же самое, как указано даже на официальном сайте. Думают наперед, да, в этом фреймворке используется ECMAScript 6, да. Есть, кстати, возможность писать на ECMAScript 5, но я, честно говоря, не вижу там смысла, потому что, ну, собственно говоря, в таком случае они даже не смогут конкурировать никак с Angular 2. Думают наперед, плюс они еще позволяют, сейчас у нас опять прополосеть, я делаю вид, что все-таки должно быть, а у меня написано, что я провожу показы. Вот, завершено. Они же передумали. А, смотри, включай там. Миллиарно лучше с десктопом, включай сам, как в производстве. Ну, в десктопе тоже. Все здесь, по-прежнему. Может, ты у тебя включить? Здесь нет, это дырочки. Как ни странно. Это снова я. Самое необычное. Это снова я. Вы меня слышите? Да, слышу. Ладно, продолжаем по поводу фич. Вот. Значит, в этом фреймворке, при написании фреймворка думали наперед, использовали такие модные и клевые вещи передовых, из передовых, так сказать, это так званые ECMAS Grid 6, всяческие, как они называются, всякие кастомные теги и что там еще интересное? А, веб-компоненты. Вот, наконец-то. Я сказал, веб-компоненты и все подобное. То есть это тупо передовый фреймворк, пишешь прямо на всем новом, все выглядит совершенно иначе, суперчитабельно, супер просто в обслуживании, в понимании, мегамодульно и так далее и тому подобное. Двухсторонний датабайнинг, ну, я, конечно, не могу сказать. Опять же, я говорю, что вот это вот я взял из официального сайта. Они это позиционируют как определительное преимущество. Вот. Я не могу сказать, что это уже преимущество для какого-то фреймворка. Это нормально, иметь вот эту штуку. Будет ненормально, если ее не меньше. Собственно, я не буду тут ничего рассказывать. Такой же самый датабайнинг, как и в почти любом фреймворке. Можно туда-обратно, можно только туда, можно один раз туда, можно два раза туда, сколько хочешь раз туда. Вот. Ну, как обычно, чуваки. Как ничего нового. С роутингом, что они там такое интересно с роутингом сделали? Он у них очень просто объявляется. У меня там будет свой слайд об этом. Вот. Все очень читабельно. Из интересного, что мне понравилось, у них там сделано, они это назвали pipeline. Да? Ну, роутинг pipeline называется. На самом деле, для того, чтобы понять, на простом языке это называется middleware, это если нано-js, или interceptor, это если нано-гваре. Когда происходит роутинг, можно там наставить какую-то цепочку вызовов каких-то функций, их можно перемешать, они все независимы. И твой вот этот реквест будет проходить через все эти функции, да, и он будет там как-то обрабатываться, удаляться, что-то будет добавляться, проверяться и так далее, и так далее, и так подобное. Ну, вот это из интересного, такое, что сделали, прям они, это типа стандартная штука в роутинге. Еще там у них из роутинга есть, они могут обрабатывать неизвестный запрос. Если ты там в UI написал какую-то карказябру, на которую ты якобы не подписывался, ты можешь, собственно говоря, это прохелить и сказать, что там, не знаю, 404. То есть 404 реально выйдет на UI. Никакого бэгенда нет, можно свой 404, наверное, в кавычках типа, это не бэгенда, это не бэгенда, это не бэгенда. Это так, если в двух словах про ровзинг. Поддерживается куча нотаций джаваскрипта, такие как TypeScript, не знаю, LiveScript, вот этот вот, который у всех на языке, прям этот AdScript, пытались как-то, по-моему, поискать, когда услышали, что такое AdScript, какая-то штука над Google, пытались поискать какую-то информацию, документацию. Честно, но, к сожалению, толком ничего не нашли. и почему мы решили все-таки поискать и добиться какого-то результаты найти, потому что AdScript, якобы, разработка Google, поэтому, скорее всего, они ничего плохого не должны были бы сделать, это, наверное, что-то клевое, что-то классное, но, блин, документации до сих пор никакой нет. Слышал от людей, есть какие-то небольшие там наработки, но, я не знаю, я не представляю, как они их нашли, это пока для меня неизвестно. Ну, в общем, есть возможность писать практически на любом языке, ну, JavaScript. Все это дело потом скомпилируется и, соответственно, будет понято с самим фреймворком. У них очень модерновая структура, что, архитектура, что я имею в виду под модерновой архитектурой, это то, что они, ну, не знаю, я честно ряд впервые, наверное, даже вижу в таком, вообще, в фреймворке такую систему, они свой фреймворк вообще разделили именно core, так сказать, они даже core разделили на много частей, поэтому тогда, когда тебе нужно подключить какую-то там штуку из темплейтинга, ты подключаешь только из темплейтинга, то есть сам фреймворк, даже, ну, сам core, типа, сам фреймворк, не то, что там его обвес, а именно сам фреймворк еще побит на части. Можно, во-первых, как их доустанавливать, да, там у них есть какой-то, типа, нпм, gsp называется, типа, ты можешь доустанавливать какие-то запчасти, которые тебе надо, можешь вообще их не подключать, да, какой-то там из 15 модулей фреймворка подключаешь два, все остальное мне нафиг не надо, вот, поэтому у них это очень удобно, ну, соответственно, замена, то есть модульность очень классно сделана была. Что касается html, это тоже, в сути, этот пунктик стоит напротив two-way data binding, потому что extensible html тут больше взято из фич веб-компонентов. Собственно, все, что они там практически могут, вот, все тут как бы реализовано. Ну, тоже, значит, неплохо поставить такую галочку, что мы это поддержим и умеем. Вот, их будет, галочек будет не 6, а 8, уже клеве выглядит. Они решили не идти стандартным путем, md, звездочка, да, там что-то ограничивать. Здесь мы в этой папочке храним какие-то там вьюхи, в этой папочке мы храним то-то, в этой папке то-то, положим в другую папку, ни черта не загрузится. Все это дело они убрали и сделали, ну, дали, в общем, на ответственность программистов. Создаешь где хочешь, хранишь где хочешь, никаких проблем нет. Я даже не знаю, преимущество это или нет, потому что сейчас больше все идут как-то к тому стандарту, что все это дело должно быть строго в папочках, что все писали в одной конвенции, чтобы там, не знаю, проект будет саппортить другие люди, чтобы они уже заходили там, ну, догадостно такое было ориентированное программирование, чтобы ты понимал, что там происходит. Вот. Ну и дальше testable, из-за того, что это, собственно говоря, связано с модерновой архитектурой, то, что все там у тебя в модулях, маленьких, все очень побито, все очень аккуратно, красиво сделано, соответственно, ты можешь очень просто все эти модули, ну, речь идет больше testable, я так понял, ты можешь очень просто там маленькие-маленькие кусочки приложения, там один модуль подключил, там он у тебя заработал, там он у тебя какой-то независимый, там второй модуль подключил, протестировал, там третий модуль там отдельно, вот, и не надо там тянуть целую череду всяких модулей и всякого такого и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, идем, собственно говоря, внутрь, в глубину самого фреймворка, самое первое, что нам понадобится, с чего мы начнем писать, ну, кроме того, что нам надо создать файлик, там что-то подключить в HTML, например, ну, а самое первое, с чего мы начнем, это будет Dependency Injection, как это выглядит здесь, ну, прежде всего, все это написано уже на EPMAScript 6, да, из коробки, когда вы зайдете на сайт, начнете что-то там устанавливать, что там написано, из коробки они сделали, что я хотел сказать, а, вот, кто будет, собственно говоря, делать транспайлинг или переведение вот этого JavaScript-а 6 в 5-й, никаких дополнительных, там, E6-5, или там еще трейсеров, или еще что-то ставить не надо, потому что изначально, когда вы заходите на этот сайте, они вам говорят, значит, вы делаете вот эту команду, первое там, вот эту команду, второе, с помощью вот этих всех команд вы там наустанавливаете кучу всего, вы лично этого делать не будете, все это будет делано автоматически, но, в общем, в результате, да, вам будет дана, по-моему, галп, да, будет дана галп-таска, вы там нажимаете, например, галп, да, и он запускает, во-первых, он запускает без бэкэнда ваш UI, да, вы сможете там заходить на какую-то страничку, в афре будет отдаваться, во-первых, во-вторых, в этой галп-таске уже сделан watch, который сразу вам это все дело компилирует, да, там все эти html, все вот это вот, все то, что ты тут написал на шестом, все компилируется в пятом, то есть над этим уже, как бы, задуматься с собой не надо, это уже прямо с коробки есть. Вот так вот выглядит dependency injection, все, как я говорил, в стиле ECMAScript 6, для того, чтобы что-то заинжектить, мы должны написать метод статический, static метод inject, и мы return, собственно говоря, то, что мы здесь написали, там может есть что-то клиент, их здесь может быть пачкает, там может быть 6, 500, тысяча, сколько хотите. Я здесь, я здесь просто взял такой пример, в котором один, собственно говоря, чтобы картиночка, скриншок влез сюда. Вот, здесь вы его return, и в конструкторе вы его получаете. Вот тут, через запятую, ставите все остальные, тра-та-та, тра-та-та-та-та-та-та, ну и здесь, соответственно, через запятую вы их принимаете. Все довольно просто. Есть возможность injecting dependency по 4, ну, скажем так, 4 разных вида, да, опционально, ну, я начну даже больше такого из, скажем так, от жесткого к самому мягкому, скажем так, типа того. Ну, самое жесткое это all, да, по умолчанию, это, кстати, должно так работать, all, если ты ничего не пишешь. Это значит, что все dependency, которые ты здесь подключил, все, что здесь есть, оно все будет загружено, вот в любом случае, надо он тебе, не надо, что ты там будешь делать, какие там у тебя требования есть, в любом случае будет загружено. Дальше, из lazy понятно, это будет ленивая загрузка, только тогда, когда этот модуль начнет использоваться, только тогда подгрузится вот эта вот компания. Опциональная, это такая интересная штука, там был такой пример, ну, тут как раз указано, да, из logit in user. Опциональная загрузка, это значит следующее, ты пишешь название какого-то модуля, там какой-то там HTTP клиент, например, твой модуль, который использует, например, вот этот модуль, он загружается, да, все классно, и если кто-нибудь уже до этого момента, как твой модуль загрузился, там начал работу, если кто-нибудь до этого момента этот модуль загрузил, тогда мы будем с ним работать. Если его никто не трогал, то тогда у тебя этого модуля здесь не будет. Ну, соответственно, это такое опциональное решение, типа, тут, например, указывают, когда это может быть можно. Например, если юзер залогенен, например, ну, вот такая штука, которая может быть, а может и не быть. Ну, соответственно, тут в конструкторе надо тоже предвидеть, что, возможно, этого модуля у тебя не будет. Это очень интересно. Вот. И есть еще, соответственно, parent, это тоже такой интересный вид. Почти такая же самая система, только понятное дело, все эти вьюшки, они друг в друге как-то там совмещаются, там небольшая иерархия, там, может быть, большая, я не знаю, как вы напишите. И если ты пишешь parent, то при попытке загрузить вот этот вот, вот этот dependency, будет только смотреться, загружал ли его parent. Если parent загрузил, да, он когда-то потребовал такой dependency, оно сюда попадет. Если parent его не загрузил, тогда он сюда не попадет. В общем, можно такие, очень-очень гибкие, такие политики наставить, чего загружать, чего не загружать. Вот, соответственно, тут лучше использовать, ну, то есть не совмещать все в один файл большой, потому что туда вся эта система не очень будет работать. Я, честно говоря, не пробовал, но я так понимаю, что она будет плоховастенько работать. То есть все оставляете по одному файлику, как и есть, как и лежит, и оно там уже само себе решает, ну, с вашей помощью, разумеется, как ему чего загрузить, как ему чего там добавить и так далее. Templating, это как раз все, что связано с веб-компонентами. Я не думаю, что вам расскажу здесь что-то новое. Я просто покажу кусочек кода, как выглядит небольшой темплейт отсюда. Я думаю, уже все слышали про все эти веб-компоненты, как это работает, что-то можно импортить, там стили, есть этот Shadow DOM, все это дело здесь есть. Все так же самым поддерживаются. Собственно, для этого ребята из Aurelia не сделали ничего, потому что это уже из коробки есть. Но, тем не менее, они это обвернули, там немножко обьютифализировали, я не знаю, можно так сказать. Вот, так выглядит темплейт, оборачивается в тег кастомный, так званый, темплейт. И здесь, собственно говоря, я сейчас даже указал, что можно сделать импорт, не обязательно весь HTML здесь накатывать, можешь его проимпорти, я там, например, так сделал. Он импортится с какого-то другого места, но потом, когда попадет все это дело в браузер, оно будет сюда вставлено. Вот, что у нас тут? Оно будет вставлено или мы сможем использовать в четвертой строке? Где он? Вот эта строка конкретно говорит, что нам его надо заимпортить, что дальше с ним будет уже не важно. то есть, по крайней мере... На место импорта не вставляется сразу эта строка? Не, это ты импортишь его, и потом ну, вот, например, вот четвертой используешь. Да, да, точнее, вот, вот, такая вот штука. Что у нас здесь в декларативный стиль, это все понятно, все так же само с этими через точку, да, через декларативное объявление всякие там байнды, там различные свойства, плюшки, сахар, все остальное. Вот, инкапсуляция штимуляции тоже здесь есть. Я попробовал этот Shadow DOM, я пробовал Bootstrap, да, и Shadow DOM. Мне не очень понравился этот Shadow DOM, я не могу сказать, что не очень понравился, а я просто немножко обленился. Когда я завернул все это дело в Shadow DOM, все стили из Bootstrap пропали. Поэтому для того, чтобы твой красивый там элементик работал как-нибудь, ну, прямо вот, типа Shadow он был, у него должны быть прям свои-свои стили. Вот, а для этого мне нужно будет покопаться в Bootstrap, дойти эти стили, выговорить их, положить вот сюда, и тогда он только заработает. Именно поэтому в своем маленьком тестовом приложении я не использовал Shadow DOM. Вот, я просто посмотрел, оно работает, оно реально клево, оно есть, но я его не использую, потому что чуть времени больше добавлю. Да, кастомные элементы ничего нового, просто будут, элементы будут называться не div, а что-то там. По конвенции они должны называться через тире, вот, там какое-то название, тире name, тире привет, тире там, друзья, что угодно. Вот, ну, по остальным я там, у меня есть еще отдельный слайд, я по нему еще расскажу. Вот, что касается датабайдинга, обычно датабайдинг, тут у нас ничего нового мы не найдем, вот они у нас есть, просто байдинг, односторонний, двухсторонний, одноразовый, вот, вот так вот оно выглядит, все это дело ты пишешь через точку, равно URL, ну и, собственно говоря, вот это значение будет попадать куда-то вот в, как он был, хрев, да, сгенерируется после того, как все это дело скомпилируется, хрев будет вот этим, да, там какой-то URL у тебя из скопа, из скопа, да, да, из скопа, который должен видеть, ну я же просто, я не могу здесь тяжело объяснить, потому что здесь не в контексте, так сказать, не видно ничего, вот, что у нас дальше, другие триггеры, ну, это как навяжутся клики, да, ничего, тоже ничего особенного, ничего нового здесь нет, ну, как я же говорил, здесь, соответственно, все стандартно, я так понимаю, что ничего лучше пока изобрести нельзя, да, наверное, нет смысла, оно и так хорошо работает, понятно, все классно, единственное, что тут может быть интерполяция строк, да, ты можешь писать вот такое вот выражение, и вот это, например, может быть переменная, да, а может быть функция. последний раз, когда мы смотрели вот эту вот штуку, там, Женя находил баг, что, если, например, это функция, то эта функция вызывается несметное количество раз, вот, ну, если там, например, у тебя first name, да, и ты предполагаешь, что это first name будет меняться, да, и ты это сделал как функцию, и этот first name будет вызываться просто, сколько там, оно каждую секунду, все время, просто там, если поставить к концу лог, то там, оно увеличится, 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 ну, он завел на них баг, да, вот, они сказали, что это окей, это нормально, ну, типа того, ну, честно говоря, из этой баги я для себя почерпнул, что просто не делает так, как функцию, все, по крайней мере, на данный момент, я думаю, что не стоит от них, от них слишком просить многого, потому что разработка этого фреймворка началась, внимание, в декабре, вот, я не знаю, не могу сказать точно, я не смотрел на первый коммит, насколько готовым он его запушил, да, но она ведется вот только 3 месяца, да, вот, или там 3 с половиной, соответственно, конечно же, в нем все не идеально, да, он еще разрабатывается, поэтому, я надеюсь, что они, конечно, изменят свое мнение по поводу вот этого, потому что это немножко странно, вот, и есть возможность делать так званые референсы, да, там, например, ты там делаешь референс на, ну, ты делаешь ref, да, равно name, и это значит, что вот этот импут, у тебя здесь уже внутри будет доступен, ты можешь делать какие-то там манипуляции с ним, ну, здесь просто выводятся его вайлы, например, а можно будет еще сделать там, что-то менять, что-то выводить, ну, тут по сути практически просто JavaScript нужен, написать, тихо-тихо-тихо-тихо, тихо-тихо, решила увеличиться, то, что я говорил про роутинг, как выглядит роутинг, я тоже, опять же, не весь файл вставил, самое главное, что в роутинге было, это роут и модуль ID, модуль ID, да, у них здесь немножко, немного другая, не знаю, технология, или не знаю, как сказать, у них существует специальный там кастомный тег, он называется роутер-вью, да, ты его вставляешь где-то там, у себя в каком-нибудь мейне там, или индекс HTML, или что бы то ни было, вот, и в этот роутер-вью, после того, как у тебя будут срабатывать вот эти вот роуты, будет вот эти вот роуты, да, у тебя будет рендериться или добавляться вот этот вот модуль, так званый, вот такой-то модуль есть, такой-то, такой-то, такой-то. Получается, у тебя есть поставлен один контейнер, ты статически четко зададаешь, где он у тебя будет, и навешиваешь туда роутинг, после этого у тебя каждый раз все эти штуки будут, собственно говоря, туда рендериться. Что у нас такое роутинг? Это у нас массивы джессонов, каждый джессон однотипный, практически в нем есть роут, в нем есть модуль ID, ну, и там еще дополнительные не совсем, ну, я не могу сказать, я не все о них знаю. Скажу сразу, я не полностью эксперт еще в этом фреймворке, потому что, опять же, он еще делается, документации не очень много, и она тоже апдейтится, потому что большую часть всего, чего я нашел, не все я смог сделать по документации, приходилось лезть в код и смотреть, что они там понаписывали, как они вообще себе видели работу вот этого штуки. Что умеет роутер? Роутер умеет делать статические роуты, умеет делать параметризированные роуты, и умеет еще делать роуты на файл пасс, но, честно говоря, вот эту вот систему я не успел опробовать, я пробовал только вот эти вот оба роута. Вот это вот еще очень интересная возможность, мы совсем понимаем, что они будут с этим делать. Как это... Может быть, да, согласен. Ладно, идем дальше, чтобы не заморачиваться. То есть, да, вот что интересно было в вот этом роутере, мне еще понравилось, у них есть вот эти вот Screen Activation Lifecycle, они их так назвали. У них есть там 4 параметра, они выделили, скажем так, по статистике, или как бы это так назвать, может иначе, какие самые частые вещи нужно проверять, или что больше всего разработчики делают, тогда, когда Navigation делают, какой-то роутик, или еще чего-нибудь такое. Значит, первое, что они проверяют, может ли ты его активировать, да, ну, это всякие... Перед тем, как вот это случается, да, перед тем, как происходит какой-то Navigation, проверяется, может ли ты его активировать, потом активируешь, может ли ты его деактивировать, и, собственно, и, собственно, деактивация. Ну, вот это я так написал, типа, нарисовал, как эта вся бюрократия проходит. Да, ну, больше подходит на такую, знаешь, на бюрократию, мне это больше походит на бюрократию, потому что именно вот это изменить нельзя, вот, четко, только так, и никак иначе. Нет, ты можешь их добавить, там дальше будет слайд, и ты можешь их добавлять, а вот эти менять, по-моему, нельзя. Они так, как есть в шипе такие. Ну, в принципе, они, я считаю, что они важны. Это самые основные, самые main, которые реально, да, какие-то эти самые access-right проверять, там, ну, собственно, это для access-right сделано, больше не. Вот то, что я говорил про роутинг, который неизвестный, называется Map Unknown Roads, да, ты что-то делаешь, какую-то свою кастомную, я на 404-ю страничку делаешь, много не надо рассказывать, ну, я просто покажу, как это выглядит. Там, config, map Unknown Roads и какие-то инструкции. Да, здесь, как видите, все шестое кмаз-скрипта используется, все эти arrow functions, никаких functions, скобки и всякое такое. Вот то, что я говорил про customization, как можно сделать pipeline, что-то типа middleware или interceptor of Angular, да, здесь можно будет, здесь можно написать там ADD pipeline step какой-то, да, какой-то authorization, здесь ты его, собственно, объявляешь, ну, и принимаешь какие-то аргументы, с которыми ты будешь манипулировать внутри, дальше как ты будешь решать, можно ли там, например, человеку идти на этот роут, нельзя ему идти, там, как-то будет, там дальше он идет, например, если, если он не с логиней, они, например, вообще отправляют его на страничку логина. Я не могу сказать, что это, не знаю, слишком секьюрно, скорее всего, есть все-таки возможность перейти, я даже уверен, что есть возможность перейти на эту страничку логина, даже если ты здесь его отправил на этот логин, да, ну, ты, скорее всего, если ты квалифицированный специалист, ты сможешь все-таки на нее зайти. Ему скажут, что это сильно секьюрно, ну, в принципе, можно, можно использовать. Так, что у нас тут? Да, я там написал, что это как middleware на JS, интерсепторы, ну, что угодно, где угодно. Attached behavior, у меня даже так сложно сказать несколькими фразами, что они имели в виду, что это вообще такое. Собственно, Attached behavior, это что-то типа show, if, там, например, это самый известный, самый популярный, самый известный, например, show или if, да, если ты там, например, хочешь, чтобы твой элемент там рисовался, весь твой HTML там рисовался, там, кто пользовался Angular'ом, там, например, написать какой-нибудь там show, там, bind, по-моему, и какое-то значение. Если это значение true на момент компиляции или выполнения, тогда оно покажется, если false, то оно не покажется. Ну, из-за того. Да, вот, вот это вот оно. Только они его назвали, attach behavior, ну, понятное дело, что они, наверное, не будут называть все как в Angular'е, нужно как-то какое-то свое личное мнение иметь, или как-то все это дело по-другому называть, я согласен, но они это сделали через так званное attach behavior. Ну, к тому же, возможно, они здесь, так как это все выносится в отдельные, вот, в отдельные методы, да, это так званное metadata, то есть ты учишь свой какой-то HTML каким-то новым штукам, говоришь ему, теперь ты будешь делать это, и еще вот это, и вот это. Вот. Возможно, это опять же из-за того, что я в сам внутреннюю глубину кода не лазил. если мы не attach, да, какие-то дополнительные attach behavior, или чего-то там не говорим, да, то, например, много лишних операций выполняться не будет, каких-то проверок, да, например, там, например, я не буду сказать, как в Angular, я просто предположу, например, если там какие-то if, или show, или там что-то в этом роде, то возможно будут какие-то проверки. Здесь есть возможность этого, скажем так, избежать, потому что мы четко говорим о Aurelie, что ничего дополнительного здесь делаться не будет, так что не напрягайся, просто отрисуй вот это и все. Вот это вот последнее вот в из-проперти, то, что я говорил, это что-то типа нашего model binder там есть, да, когда вот этого значения, когда какой-то value будет изменено, тогда выполни вот эту функцию. Что-то типа такого, ну, я не знаю, model binder, я не знаю, поймут ли все, просто такое понятие. Так, это все, что касалось задачи behavior. У них здесь встроенный по умолчанию так званый event-агрегатор. Я уже даже картиночку добавил, чтобы те, кто знает, что это такое, сразу помочь. Что имеется в виду под event-агрегатором? Это практически built-in или, как называется, из коробки медиатор, короче, предоставляется. Все достаточно просто, опять же, импортируем, получаем, ну, инжектируем, сначала импорт, потом inject, и получаем его в конструкторе. Ну и дальше, соответственно, жизнь, event-агрегатор, subscribe, publish и так далее и тому подобное. Что надо сказать про event-агрегатор? По умолчанию он создается как, короче, single-tone. Соответственно, в каждом из моделей можно его использовать, то есть, коммуникация между моделями может происходить с помощью event-агрегатора. Если вам надо какие-то свои встроенные, да, там какие-то, ну, я не знаю, локальные event-агрегаторы, там будут при старте приложения или при инжекшене, там можно будет добавлять значение, что это будет не single-tone, да, это будет, типа, там я не помню, то ли copy, по-моему, было, то ли, короче, можно указать, что это будет, типа, новый instance, вот, и это будет значить, что, да, там все эти ивенты будут, ну, короче, они будут локализированы, они не будут никуда распространяться, в другие места и так далее и тому подобное. Что я тут хотел отметить, мы можем делать publish, subscribe, есть строгая типизация типов, например, как мы можем четко сказать, что с этим ивентом, даже не так, мы можем четко сделать ивент, как какой-то класс и мы можем publish не ивент, да, а какой-то объект этого класса и таким образом мы сможем, ну, соответственно, мы сможем, скажем так, строго типизировать, какие ивенты нам будут приходить, потому что у нас, во-первых, четко сказано, какой класс, да, какой ивент это будет, что в нем будет, что он будет уметь и как он будет себя вести. Можно будет вот это, скажем так, первая интерпретация из простого JavaScript, как все сейчас делают, а можно будет сделать с классом. С классом это более так уже по-взрослому, я бы сказал, или строго. Есть, понятное дело, HTTP клиент. Кстати, из интересных вещей по каким-то причинам HTTP клиент они вынесли вообще в отдельный JSPM, так званый. И HTTP клиент не предоставляется, не поставляется в пакете, ну то есть в стандартной Aurelie. Соответственно, я не знаю, почему мы так сделали, как-то у нас так вот решилось. Может быть, по умолчанию Aurelie приложения не должны вообще с баками общаться. Может быть, ну короче, я не могу сказать точно. Интересное решение, но тем не менее. В общем, что умеет наш HTTP клиент, как обычно, get, post, put, delete, patch, ну и JSONP. Все это дело из коробки умеется. Так же самое, инжектим, подключаем, и дам дальше, там, zish, я не знаю, HTTP, там, get, post, put, ну и все как обычно. Ничего нового. Тоже из важного, что стало бы сказать, возвращаются промиссы. Опять же, это все стандартно. Ну, я имею в виду, иначе нам будет сложно понять, когда этот реквест закончился, или вообще, что с ним творится. Закончился или идет, или еще не ушел. Внутри, в вот этом вот ответе, да, мы будем иметь доступ. Вот я вот решил указать такие свойства, которые нам будут доступны внутри функции обработчика. Все, что мы можем выковырять из так званого объекта response, там будет request message, response type, ну и, собственно говоря, все стандартные штуки, они уже будут выделены, да, не надо будет как в стандартном XMLHTP реквесте, там, что-то выдумывать, какие-то там через точку их забирать, что-то с ними делать и так далее. То есть они уже есть, это, скажем так, тоже статистические данные, что самое частое там, да, нужно разработчикам. Вот они здесь, это вот все как раз, все это дело выделяется, ну, в отдельный какой-то, не в отдельный, а в какие-то отдельные свойства. Вот, соответственно, пришло время для демо. Я надеялся, что презентация будет небольшая, но вроде как раз и так небольшая. Да, нормально, я как раз вроде как успеваю. Значит, у меня было немного времени, возможно, даже много. Но разработка, хочу сказать сразу, на Aurelia покаместь мне дается не очень просто, потому что спросить почти не у кого, загуглить тоже практически негде, потому что не так много документации, это еще так идет с разработкой. Вот, поэтому все приходится делать самостоятельно. Собственно говоря, маленькое-маленькое совсем приложение, оно у меня находится здесь. Вот, оно выглядит приблизительно так. Я сейчас его раскрою на весь экран. Вот, оно выглядит приблизительно так. Что-то типа какого-то, ну, было бы еще, кстати, неплохо зафиксировать его, что-то типа to-do, я не знаю, только немножко более наворочен. Да, тут у нас есть какие-то show all, да, там и тут какие-то, ну, побиты по секциям. И тут нажимаешь, тут они там пропадают, появляются, появляются. Из-за того, что у них, скажем так, логика вот эта вот изменилась, да, как вот эта вот, скажем так, они пытаются идти впереди планеты всей, у них много чего меняется. Поэтому обычные стандартные подходы не всегда работают. Поэтому приходится там что-то новое изобретать, и на пути вот этому изобретению ты сталкиваешься с такими проблемами, с которыми вообще даже не думал, что ты можешь столкнуться. Вот, тут, как обычно, ну, что он умеет, да, там, help, давай help вообще добавим. Вот, можно добавить проект какой-нибудь там, вот, и в него можно добавить там, не знаю, там, лод какой-нибудь, да и все. Вот, будет выполнен. Ну, собственно говоря, и все. Вот, что у меня это приложение. Сейчас в двух строчках постараюсь вам показать, как это все выглядит изнутри, да, как весь этот код получается. Значит, все начинается у нас из application, да, app.js. Сейчас я вот такую штуку. Чуть-чуть подскрою. Все начинается с adjust, тут у нас импортится роутер и вот этот вот behavior. Кстати, behavior нам не нужен, потому что я тут разные эксперименты делал, я не все поудалял, потому что я еще не закончил работу, я хочу все-таки… В общем, цель этого моего проектика следующая. Я хочу просто использовать вообще все функции, которые имеет Aurelion, хоть как-нибудь. То есть нет каких-то там requirement, что мое приложение должно уметь, есть requirement, что надо использовать все, вот, чтобы в той или иной мере как-то понять, что это такое, как оно будет работать и, в общем, как оно будет работать. Вот тот роутер, о котором я говорил, да, тут у меня тоже самое, на map unknown roads, я вообще делал концы лог, так просто ради экспериментов. Вот, с app.js, да, у нас также есть app.html. В app.html у нас делается импорт, так я не знаю, надеюсь, что вам видно. В app.html у нас делается небольшой импорт, да, у нас тут есть navigation bar. Ну и, соответственно, теперь после того, как я про импортил, можно navigation bar использовать как просто так званный кастомный тенд. Ну и router view, router view, это как раз то, о чем я говорил, что мы должны сделать какой-то контейнер, в котором будут все наши роуты, да, когда мы куда-то переходим, объемальный роут, куда оно все будет рендериться. Собственно, оно оно так и называется, router view, вот сюда все дело, это будет рендериться. Что у нас идет дальше, где у нас наша app.js, у нас тут идет индекс, индекс.js. Вот, что в индексе.js, да, подключаем просто HTTP клиент, берем, да, подгружаем какие-то там проекты, да, которые у нас на backend сохранены. Ну и индекс.html там выглядит чуть-чуть сложнее. Пару импортов есть, то же самое, мы импортируем какой-то лист, импортируем table, ну и тут, соответственно, дальше начинаем использовать. Из таких необычных вещей, чего могло бы быть вам интересно, там, например, для того, чтобы были проблемы или не то, чтобы проблемы, а небольшие сложности, может, даже большие, с передачей того или иного скопа в какую-то там view или чтобы какой-то класс видел тот или иной там скоп и так далее и тому подобное. Там были небольшие сложности, вот. И там, например, для того, чтобы прокинуть, да, куда-то дальше, 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 какой-то там мой скоп, например, в этой, одновременно мы находимся в индексе, да, у нас здесь есть, как видите, project до продаж это массив вот индекс соответственно вынуть html этот массив есть я хочу передать дальше так как я здесь сделал какой-то импорт а вот я здесь сделал какой-то там project лист например кстати он есть да я здесь хочу этот прожить не завязать и теперь я хочу этот project лист передать на мои проекты которые вот в этой html не подну не пошли милинг я хочу передать вот с этим были небольшие проблемы как это сделать я потом выяснил что да там я делаю как это делается ты делаешь project банты передаешь якобы говоришь с точки зрения индекс индекс html да ты передал туда какой-то прочь а дальше что касается project лист тебе нужно тебе нужно этот проект принять поэтому мы здесь используем этот так званый пехевер да мы говорим что наш класс будет иметь специальное свойство под названием projects и получаться теперь со стороны project листа мы тоже теперь принимаем то есть теперь со стороны индекс джесса мы отдаем со стороны продают project листа мы это все дело принимаем ну и соответственно тут кто тоже можно посмотреть что интересно вот я закомментировал из шаду дом то что я делал она заработала я его закомментировал использую я здесь его интегрегатор до разный там паблишер сабскрайбу что интересная такая иерархия довольно большая можно немножко хаотично project листья могу показать вот еще на один джеклист html вот здесь тоже импортятся всякие ну мне честно я очень понравилось то что можно импортить html а тут ты даже честно я больше как-то идет не джаваскин программирования да ты там как-то набрасываешь какие-то html на ты как-то импортишь где-то совмещаешь совмещаешь получается у тебя короче больше разработка идет собственно в html то есть изначально идет не то что это создал javascript потом html ты создаешь javascript и потом создаешь какое-то наоборот создаешь html потом создаешь javascript если он нужен вот сейчас как-то больше html на себя тянет какие-то импорты есть там если так далее там подобное все это дело я как бы верстаю и в помощь там кстати javascript если что я не знаю я могу еще пройтись по этому проекту но я так понимаю что мне там 45 минут уже должно было кстати кончится 2 минуты назад вот соответственно я предлагаю перейти к вопросам если они у вас есть нет кстати по локализации лично я не видел ни одного ни одного упоминания и ничего вообще подобного ничего не сделали я в англаре вот когда страничка отображается да там скачет например вот эти перемены да потому что отображается текст забавить мне здесь честно я во первых я лично с таким не сталкивался здесь у меня все работало как раз больше проблем было с тем что она просто катастрофически не работает с скачет не было проблем все было классно еще из такого необычного для меня или вообще неожиданного там да например я там хотел сделать вот маленький такой экскурс то как это было я вам хотел сделать да как у меня вот эти вот штуки да как как я клика по вот этим этому да там что-то отображается мне нужно как сделать мне нужно их не рендерить или скрыть лучший вариант вообще не рендере дальше худший вариант скрывать когда я делаю их не рендере то то эти вьюхи они вообще даже не инициализируются то есть они не то чтобы просто создался класс да какой-то объект html его там не зарендовался там даже классно создается то есть его просто не существует проблема была в чем в том что когда я подписываюсь на какие-то ивенты то те view которые не были от рендеринга они даже не они даже не слушают их их не существует вообще и у меня там с этим возникало некоторые честно говоря такие надо было подумать пока покопаться как это все дело решить я даже не помню честно я мог поискать изначально я сделал по моему не то что не рендерится я его сделать чтобы она скрывалась потому что потому что второй первый вариант честно для меня я не мне недостаточно много опыта значит 1 1 приближение к работе с этим фреймворком было просто сделать чтобы она работала а дальше уже можно будет вылизывать так чтобы это работало именно четкой классной очень удобно читабельно практично все такое так далее еще вопросы первых он опять же довольно таки молодой во вторых я не могу сказать точно я думаю что так наверно нельзя я не уверен что этот этот приятель и когда уходил с собой взял небольшие исходники я думаю что наверно он что-то переделал так нельзя потому что он проиграет этот суд если он будет вот поэтому я думаю что он написал заново да и возможно и возможно скорее всего он об этом знает пока мизда и изменить измерение перфоманса дело даже у них не дошло потому что они на самом деле пока мизда же током больших приложений на вот на роли нет я списывался с этим с этим товарищем вот мне очень хотелось было мне такое желание хотел узнать когда вообще появится первая версия стабильная что-нибудь хотя вот я написал и еще так знаешь хватило из нас милости я решил спросить а не хотели бы нам взять какую-нибудь презентацию вашу вот а дядька вроде такое как вы видели ну такой большая так сказать большого большого полета птица вот я решила у них и не хотели бы нам сделать какую-нибудь презентацию большую вот он сказал он обещал на это было я должен с ним связаться наверное около двух недель назад или недели много работы я еще и так ему не написал в общем он обещал здесь какое-то тестовое приложение относительно большое насколько он сможет его сделать ну собственно я единственный профессионал который существует в урале это он вот и соответственно за месяц что сделаю я на урале и он будет разный я надеюсь что он сделал какое-то клевое тестовое приложение вот на нем когда он выпустит в море так сказать он мы уже сможем что-то померять и посмотреть и уже сейчас про перформанс даже речь идет потому что они даже не дошли до этого пока баги даже есть пока перформанса у нас нет должен был выступать не ты а он да да не на самом деле скрипт-инкод будет ремоут будет все будет классно я уверен он обещал я ему письма я письма его пришлю скажу что ты обещал чувак отвечай за свои вот и тогда мы послушаем прямо на этим спикера собственно аурелию как он как это все работает его презентация будет лучше окей что еще есть там на удаленке еще какие-нибудь вопросы значит что вам хочу сказать я не говорю вам что надо прямо тут с ромборд чашек приходить на рабочее место гуглить и начинать учить я просто хотел сказать этой презентации что ангулар это не средство от всех болезней и не самое лучшее вообще единственное в мире вообще что может только существовать и что мы можем использовать есть другие штуки они по-своему классные просто google своей репутации давит поэтому остальные фреймворки не могут как бы выползти им нужно а вот тут появился товарищ да у которого тут репутация неплохая он тоже может как-то свой фреймворк пытаться продвинуть поэтому если что просто чтобы знали есть еще что-то кроме ангулар а вот как если жизнь там после смерти и есть еще в ангуларе фреймворки после ангулара вот в общем то таким бы моментом я бы хотел закончить если вопросов больше спасти спасибо sc сейчас я про Баста.